Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. На этой неделе у инвесторов компании ID Identification приятная новость. Появилась возможность заказа пластиковых карт. Дается возможность заказать карту Visa черного или золотистого цвета или карту системы MasterCard также черного и золотистого цвета. По функционалу черные и золотистые карты ничем не отличаются. Это просто разный дизайн. Обсудим несколько вопросов по данным картам. Первое. Обязательно ли заказывать карту? Нет, не обязательно. Но это важный инструмент для вывода средств, совершения покупок или использования в качестве мотивации для будущих партнеров. Действительно, если у вас на руках есть фирменная карта с логотипом и вы идете к банкомату и снимаете наличные, и все это фиксируете на видео, то, безусловно, это отличное доказательство работоспособности компании и того, что вывод работает. Поэтому иметь такую карту и снимать с нее деньги или делать покупки в магазине с ее помощью, на мой взгляд, очень круто. Вопрос второй. Сколько стоит карта? Каждая карта стоит 30 долларов. То есть, в принципе, как уже было сказано ранее, по функционалу карты не отличаются, что Visa, что MasterCard, что черные, что золотистые. Третье. Как партнер может оплатить карту? Только в биткоинах. Для оплаты карты нельзя использовать средства на балансе Eagle Social Gold Coin Back Office. Четвертое. Существует ли различие между картами? Нет. Различие может быть только в странах и регионах, где работают Visa и MasterCard, а также на предприятиях и в организациях, где принимаются или нет эти карты. Других различий, лимиты, проценты за обслуживание внутри системы нет. Пятое. Срок поставки. Около 30 дней. Позже будет информация о том, как карта будет доставляться. Шестое. Это кредитная карта? Нет. Это дебетовая карта. Седьмое. Карта является персонализированной? Так как партнер имеет возможность заказать до 4 карт, то первичный период тестовый и для ускорения процесса ввода в действие этого инструмента возможна рассылка неперсонализированных карт. Снятие средств производится в какой валюте? Снятие средств в местной валюте. Европа – евро, США – доллары, Россия – рубль и так далее. Но, насколько я понимаю, средства можно снимать в той валюте, которую выдает банкомат. То есть, если вы живете в России, вам не обязательно снимать в рублях. Может быть, вы хотите получить наличные доллары или евро, просто найдите банкомат, выдающий доллары или евро, и снимайте на здоровье. Девятое. Как верифицировать адрес проживания в России для получения карты? На этом этапе, при запросе документа в форме заказа, необходимо отправить документ, подтверждающий личность партнера. Далее будет внесена поправка, уточним по мере поступления информации, по верификации адреса проживания. Сложность для России заключается в том, что нет документов международного формата, счетов по оплате услуг, с указанием фамилии, имя отчества и адреса клиента. Необходимо будет загружать скрин страницы паспорта с пропиской. Компания будет тестировать эту форму верификации адреса для россиян. Возможны и другие варианты. На этом этапе регистрация заявки для получения карты носит рекомендательный характер. Идет тестирование, чтобы убедиться, что у вас все происходит нормально при заполнении персональных данных. Напоминание. Прежде чем заполнять заявку, каждый партнер должен убедиться в правильном заполнении всех полей профиля в вашем аккаунте. Должны появиться три поля для загрузки документов. Дуплекс для ID, пластиковые карты удостоверения личности, а также форма подтверждения адреса плюс способ оплаты. Итак, в личном кабинете слева внизу нажимаем кнопку Credit Card Request, то есть сделать запрос карты. Дальше предлагается выбрать тип карты, Visa или MasterCard. Дальше предлагается выбрать оформление карты, черная или золотистая. Я выбираю золотистая. Она обводится вот такой вот зеленой рамочкой и нажимаю кнопку Next. Дальше заполняем персональные данные. Как обычно, все заполняем латиницей. Имя, фамилия, электронная почта, мобильный телефон, адрес, улица, номер дома, номер квартиры, индекс, город, страна, серии номер паспорта и налоговый номер в России и НН. Некоторые интересовались, отчитывается ли компания о доходах, которые выплачиваются партнерам. Ответ нет. Компания в налоговую не отчитывается. Это личная ответственность каждого партнера. После заполнения всех полей нажимаем синюю кнопку Next. На следующей странице нажимаем кнопку Выберите файл и указываем на компьютере скан нашего паспорта. Принимаются такие форматы, как JPEG, PNG, GIF, BMP и PDF. И после этого нажимаем синюю кнопку Request Card, то есть заказать карту. Появляется надпись Запрос на карту отправлен. Как уже было сказано ранее, еще должны появиться три поля для загрузки документов. Дуплекс для ID пластиковой карты удостоверения личности, а также форма подтверждения адреса плюс способ оплаты. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.